САМАРСКАЯ СРЕДА Здравствуйте! Как правильно организовать работы по очистке кровли от снега и наледи, чтобы избежать травм и падений? Какие нарушения чаще всего допускают работодатели? Чем грозит работодателю нарушение требований безопасности при проведении этих работ? В нашей студии Елена Цыганкова, помощник прокурору промышленного района города Самары, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Елена Евгеньевна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и давайте начнем, наверное, с события, которое произошло на прошлой неделе. Событие печальное. Произошел несчастный случай во время очистки крыши. Это реальное ЧП. Насколько я знаю, такого давно не было. Что произошло? Ну, уже на протяжении нескольких лет, слава богу, у нас на территории города Самары не было инцидентов, которые бы заканчивались при очистке кровель подобными трагическими событиями. Человек при очистке кровель упал, соответственно, получил травмы, несовместимые с жизнью. Работник этот был работник подрядной организации, которая наняла одна из управляющих компаний городского округа Самары. И, соответственно, раз травма несовместимая с жизнью, то его уже нет. Ну, да, совершенно верно. То есть у нас мы получили... Лена Евгеньевна, вот сейчас что происходит в этой ситуации? На данный момент ведется процессуальная проверка компетентными органами. Окончательное решение по данному факту пока что не принято. Ну, то есть сейчас работают профессионалы, которые выясняют, как получилось... Все обстоятельства произошедшего. Совершенно верно. И вот давайте тогда начнем, знаете, с чего? Вот как правильно тогда организовать работы по очистке кровли от снега и наледи, чтобы не было таких, ну, страшных, на самом деле, случаев? Ну, очистка кровли от наледи, это является, что называется, рутиной любой управляющей компании, любого собственника, зданий, помещений, собственно говоря. И первое, с чего, конечно, необходимо начинать, это постоянного мониторинга за образованием потенциально опасных льдин, сосулек, которые могут нанести вред не только жителям, но и имуществу наших жителей в том числе. Поэтому мониторинг это первое. Второе, нужно, конечно же, организовать работы, своевременные работы по очистке кровель от снега и наледи. Своевременно это имеют суду, не когда там уже метр толщины? Ну, конечно, когда у нас сосульки несколько метров, да, которые уже потенциально представляют опасность, конечно, это уже, конечно, производить эти работы необходимо, но при всем при этом нужно делать это заблаговременно. Для этого собственнику нужно определиться, какими силами он будет действовать. Если есть возможность справляться с собственными силами, то, конечно, можно это делать, но есть специализированные организации, которые оказывают подобную виду услуги. Но при всем при этом собственнику не нужно, заключая договор с такой организацией, полностью расслабляться. То есть, опять-таки, контроль за организацией этих работ с него никто не снимает. Вот это важный момент. Что вы имеете в виду контроль, никто не снимает? Ведь обычно предполагается, что вот два хозяйствующих субъекта, управляющая компания ТСЖ, не суть, и подрядная организация, которая выполняет эти виды работ. Я, как, допустим, руководитель управляющей компании или руководитель ТСЖ, заключил договор, и я предполагаю теоретически, что после этого это не мои проблемы. То есть, они должны выполнить работу качественно и в определенный срок. После этого они получат деньги. Почему тогда я должен следить за ними? Объясните мне, пожалуйста. Это мне вот просто логика подсказывает. Как вы правильно отметили, что договор, конечно, должен быть в обязательном порядке, но, опять-таки, договор должен быть составлен грамотно. То есть, в договоре должны быть четко прописаны риски. Кто за что отвечает? Зона ответственности заказчика, зона ответственности той организации, которая оказывает подобного вида услуги. Кроме того, мы неоднократно уже, ну, пожалуй, что каждый год мы проводим рейды. Мы иногда совместно с правоохранительными органами, с органами прокуратуры проводим контроль за проведением подобного вида работ. И очень часто мы сталкиваемся, что на подобные виды работы отправляют людей, которым категорически запрещено проводить. Ну, в частности, это несовершеннолетние граждане. Так тоже бывает. Конечно, неоднократно с этим сталкивались. В некоторых регионах Российской Федерации отмечались даже несчастные случаи, когда страдали несовершеннолетние граждане и падение с высоты, и другие травмы получали при проведении подобного вида работ. Мы должны с вами четко понимать, что несовершеннолетние граждане при проведении подобного вида работ, труд их категорически запрещен в данных условиях. Категорически? Категорически. Очень важно. Ни в каких случаях не допускается. То есть это работы на высоте. Работы с повышенной опасностью. Там мы не можем отправлять. Кроме того, очень часто работодатели пренебрегают медицинскими осмотрами. При всем при этом, что работа на высоте является фактором, который подразумевает проведение медицинских осмотров. Ну, характерный пример – это такое заболевание, как эпилепсия. Если человеку больному эпилепсией станет плохо на крыше, ну, мы с вами понимаем, чем это закончится. Скорее всего… Трагедия. Очень, да, трагическими событиями. Также типичным нарушением является то, что человек чистит крышу в одиночку. То есть… Нельзя. Ни в коем случае. Минимум два человека должно быть наверху. Один человек должен находиться внизу. Опять контролировать зону схода снега и наледи. То есть, опять-таки, чтобы никто не оказался в потенциально опасной зоне. Конечно, этот участок должен быть огорожен в обязательном порядке, чтобы, опять-таки, никто туда не зашел. Ну, вспоминаем известный советский фильм «Джентльмены удачи». Там, между прочим, это все хорошо показано. Конечно. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да. Ну, единственное, что в «Джентльменах удачи», как мы с вами помним, герои, у них не было страховки. Да. Да. Вот это, конечно, грубейшее нарушение. И еще инструмент у них не был привязан. Тоже очень часто случаются ситуации, когда при очистке кровель из рук выскользает лопаты, другой инструмент, и это все падает вниз. А он должен быть привязан? Я это не знаю. В обязательном порядке. Ну, опять-таки, все мы люди. Конечно, это может быть естественно. Из рук выскользнет лопата. Ну, и куда она потом отлетит, мы, к сожалению, не знаем. Может и на машину упасть, может и на человека упасть. Ну, а попадение с такой высоты, даже незначительного предмета, ну, пожалуй, что может нанести довольно существенные травмы. Про медосмотр поговорили. В том числе, работа на высоте подразумевает специальное обучение. Это что такое? У нас есть правила специальные по работе на высоте, утвержденные Министерством труда Российской Федерации, которые подразумевают, что у человека, который приступает к таким работам, должно быть, во-первых, обучение по охране труда, то есть человек должен представлять, как именно безопасно проводить подобного вида работы. Далее, у него должно быть в обязательном порядке обучение по оказанию первой помощи, а если что-то случится, когда он находится наверху с его коллегой, как ему оказать, совершенно верно. И в обязательном порядке специальное обучение правилам по работе на высоте. То есть это специальное обучение в учебном центре. Оно тоже в обязательном порядке должно быть. Ну, хотя бы представлять, что такое высота. А высотой у нас с вами считается все, что выше метра восемьдесят, от уровня ног уже считается потенциально высотой. Вот тоже, кстати, не знал, выше метра восьмидесят. Выше метра восьмидесят. В принципе, выше среднего человеческого уровня. Совершенно верно, да. Ну, тут, знаете, иногда даже с высоты собственного роста падения заканчивает чревато. Ну, а тут, собственно говоря, почти два метра. Также не следует забывать и пренебрегать средствами индивидуальной защиты. То есть средствами индивидуальной защиты у нас относятся, это каски, далее это страховочная привязь. До недавнего времени, ну, до относительно недавнего времени, особенно это в советских фильмах просматривается, все пользуются монтажными поясами. Да, да, да. Ну, страховочный пояс, да. Теперь этого совершенно недостаточно. Ну, почему недостаточно? Потому что очень часто были ситуации, когда человек просто-напросто, особенно облаченный в теплую зимнюю одежду, при падении выскальзывал из этого пояса. Поэтому в обязательном порядке должны быть точки крепления, руки, ноги и пояс, собственно говоря, чтобы полностью исключить вариант выскальзывания из этой привязи. То есть это чем-то напоминает, знаете, вот для парашютистов, то, что разработано. Совершенно верно. Когда ты весь закреплен, и ты даже если головой вниз полетел, ты оттуда не выскальзываешься. Совершенно верно, да. Ну и кроме того, уменьшается нагрузка на позвоночник. То есть если человек падает в страховочном поясе, то на поясницу, фактически весь вес человеческого тела, он производится удар о поясницу. Со всеми последствиями. Со всеми последствиями в том числе. Когда же человек срывается в страховочной привязи, ну, соответственно, у него распределяется на все тело, на весь позвоночник. Ну, это значительно меньшая нагрузка получается у него. Это тот, во всяком случае, минимум средств. А, да, еще забыла о чем упомянуть. Это точки крепления. То есть за что мы будем с вами крепиться? Потому что, да, вот за что зацепиться? У нас в Самаре был в свое время случай, несчастный случай, который закончился тоже довольно-таки печально. Это когда человек был одет в средства индивидуальной защиты, страховочный пояс у него был, страховочная, соответственно, система, канат. Но при всем канат оказался длиннее высоты дома. Да вы что? Да, ну и, соответственно, толку от этого не было никакой. Очень часто мы наблюдаем несчастные случаи, которые происходят из-за неправильного крепления. Вот это первая ситуация. Вторая ситуация, когда крепятся за телевизионные антенны, за дымоходы, ну, то есть за непрочные конструкции, ну, которые совершенно не могут выдержать банальный вес человеческого тела. Особенно, когда он падает, то есть удар же происходит, да? Конечно, конечно, совершенно верно. Это вот тот минимум, который надо обеспечивать в обязательном порядке. И что очень важно, что заказчик должен не просто указать это в договоре, но и проследить за тем, чтобы подрядчик исполнял эти самые требования. Я всем председателям ТСЖ, руководителям управляющих компаний всячески советую в обязательном порядке контролировать. Не поленитесь, посмотрите у них удостоверение об обучении. Посмотрите у них справки о прохождении медицинских осмотров. Посмотрите у них, какими средствами индивидуальной защиты пользуются их работники. Потому что, опять-таки, это в ваших же интересах. Вы не можете допускать на свои объекты людей, которые, собственно говоря, не соответствуют государственным требованиям охраны труда. У меня знаете, какая мысль сейчас появилась в связи с этим? В этой ситуации, наверное, целесообразнее для любой управляющей компании, для любого ТСЖ – это наемсторонняя организация. Потому что то, что вы перечислили, ну, наверное, нет смысла держать сотрудников в штате, обладающих всеми такими компетенциями, то есть обученными по такому количеству программ и умеющими все то, что вы описали. Я просто с трудом представляю себе ТСЖ, но только если это несколько домов, когда там есть в штате такие люди. Здесь есть свои плюсы, свои минусы. К плюсам иметь в штате таких людей я отношу это к контролю. То есть вы понимаете, что у вас за человек. И кто он. Да, кто он. Вы несете полностью за него ответственность. Вы контролируете его. Вы понимаете, что он обучен, что он у вас не имеет медицинских противопоказаний к проведению таких работ. Что он трезвый туда полезет. Да, совершенно верно. Вы закупаете необходимые средства индивидуальной защиты. Это, что называется, к плюсам относится. Кстати, работы проводите сами. И понимаете, что он к крыше будет бережно относиться. Совершенно верно. Да. Как вы правильно отметили, неоднократно бывают случаи, когда при очистке крови пробивают кровлю. И потом приходится летом уже проводить схожие с точки зрения охраны туда работы, но уже по ремонту кровли. К минусам я отношу, пожалуй, что довольно сложно поконтролировать отрядную организацию. То есть, кого они пришлют к вам, когда они пришлют, кто эти люди, собственно говоря. То есть, те же самые процессы обучения. Хорошо, если работодатель, то есть подрядная организация, относится к нему серьезно. Ну, они, так скажем, покупают эти самые удостоверения. Такие случаи тоже, к сожалению, иногда бывают. Аналогичная ситуация бывает и с медицинскими осмотрами. Мы тоже с таким сталкиваемся. То есть, казалось бы, справка у человека есть, но по внешнему виду, ну, видно, что пройти ее, ну, в надлежащем... Да, ну, совершенно верно. А, кстати, перед выходом на крышу человек тоже должен проходить медосмотр или нет? Не обязательно. Нет, такой требования нет у нас. Именно вот, именно перед самим непосредственным выходом на крышу. Ну, конечно, осмотреть... Просто у меня вопрос состояния на предмет алкогольного опьянения тоже... Ну, конечно, человек в состоянии алкогольного опьянения или в измененном сознании там, да, мы, конечно, допускать ни в коем случае не можем. Потому что, опять-таки, собственникам крыш, так называемых, да, управляющих компаний, ТСЖ, нужно понимать, что они несут ничуть не меньшую ответственность за то, что может потенциально произойти, чем, собственно говоря, подрядные организации. Вопросы будут задаваться стороны контрольных органов, не только подрядной организации, но и самой, так, собственнику крыши, почему они допустили этого работника к исполнению им обязанностей. Тогда вопрос, а как выбрать компанию, которая будет проводить эти работы? Ну, в данном случае это нелицензируемые деятельности. То есть, в принципе, нет единых таких критериев, вот эту организацию можно привлекать, эту организацию нельзя привлекать. Услуги эти оказывают, да. Вы же прекрасно понимаете, вот мы, взрослые люди, прекрасно понимаем, что сейчас в эпоху рыночных отношений главный критерий тогда получается – это цена. Да. И тот, кто предложит меньше, того теоретически и захочет привлечь заказчик. Ну, к сожалению, так мир устроен. Ну, фактор цены, конечно, никто не отменял, но при всем при этом я всегда рекомендую руководствоваться опытом. То есть, то же самое сарафанное радио, да, то есть, передаем друг по другу обычно, да. В интернете предложений довольно-таки много. Вот. Но опять-таки стоит посмотреть, где именно проводились подобные работы. Неплохо запросить договора, с кем заключались эта компания, с кем заключала. Почитать. Да. Почитать, во-первых. А во-вторых, не пленитесь, позвоните, спросите, как хорошо они отработали, как хорошо они почистили крышу, не возникали ли какие-нибудь нарушения, сомнения какие-то в работе. Ну, вот такие советы. В общем, деньги здесь не главный критерий. Деньги совершенно не главный критерий, потому что можно получить хорошую услугу за относительно небольшую стоимость, а можно и плохую. За очень маленькую. Да, совершенно верно. Ну да, это я вспоминаю. В общем, есть много примеров, на самом деле, когда в погоне за дешевизной люди не получают то, что хотят, а получают множество проблем. И это, к сожалению, так. Вот смотрите, ведь бывает довольно часто так, что на бумаге формально все соблюдается, по факту нет. Вот как отличить реальное соблюдение от формального? Ну, это, наверное, больше будет интересно жителям города, то есть, которые не связаны непосредственно с производством работ. То есть, допустим, сторонний наблюдатель идет и видит, что производятся такие работы. Как ему понять, насколько я понимаю? И стороннему наблюдателю, и, скажем так, заказчику. Заказчику, да. Заказчику мы с вами уже упоминали, что нужно посмотреть обучение, нужно посмотреть наличие медицинских осмотров, нужно посмотреть наличие средств индивидуальной защиты. Ну и, как я уже говорил, хорошо посмотреть на опыт работы этой компании, запросить договора. То есть, с кем они, опять-таки, работали, насколько велик опыт проведения подобных работ. А вот если обычным гражданам, которые смотрят, что на их доме производятся подобные работы по очистке крови, для того, чтобы понять, правильно ли они ведутся, ну, это в основном внешние факторы. То есть, что участок под крышей должен быть в обязательном порядке огорожен, должен находиться человек, причем человек этот должен находиться в светоотражающем жилете, то есть, опять же, чтобы было и ночью видно, в темное время суток. Хотя надо отметить, что в темное время суток проведение подобного вида работ категорически запрещается. То есть, на крышах работать в особо ветреную погоду, в шквалистый ветер, при наличии серьезного количества осадков, особенно это дождь, при наличии метели, ну, тут, понятно, невидимость ограничена, то же самое касается в ночное время, то есть, категорически запрещается. Но, опять-таки, зимой у нас сумерки наступают довольно-таки часто, особенно ранней зимой, да. Вот, поэтому светоотражающий жилет должен быть в обязательном порядке. Далее, у него должен быть свисток. То есть, подавать сигналы, ну, докричаться, особенно зимой, ну, довольно-таки сложно бывает до людей, да, особенно если люди работают на крыше. Вот. Опять-таки, голоса у всех разные. У кого-то звонкий, зальюистый голос, у кого-то, наоборот, очень такой тихий, да. Поэтому свисток, опять-таки, для подачи сигналов должен быть. Люди, которые работают наверху, конечно, должны мастер-рестах индивидуальной защиты. Привязь, наверное, будет довольно-таки сложно рассмотреть, но, опять-таки, каски рассмотреть будет довольно-таки легко. Я так понял, что в любом случае директору ТСЖ, руководителю управляющей компании, придется вылезти с ними на крышу и посмотреть, как они это делают, и где они, за что они пристегиваются. Потому что вот это важнейший вопрос, как вы сказали, чтобы они не пытались пристегиваться за антенны и прочие, ну, такие сомнительные. Ну, контролировать, конечно, необходимо. То есть вот не получится так, чтобы ты вот заключил договор и отправил их на крышу, сидишь, ждешь, пьешь чай, и ожидаешь, когда они придут, и тебя доложат. То есть надо посмотреть. Но это же в интересах самого заказчика. Это в интересах самого заказчика. Вот смотрите, а работодатели часто ошибаются не специально. Вот типичные нарушения какие бывают, уважаемые гости? Скажите мне, пожалуйста, вот что может быть? Ну, как уже озвучивали ранее, то, что работники не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Работники не ознакомлены со всей необходимой документацией, которая обязательно должна храниться у работодателя, соответственно, с двумя вариантами подписи работодателя и, соответственно, работника. Также работодатель в силу, возможно, юридической неграмотности не вовремя уведомляет о произошедших несчастных случаях. Соответственно, если не вовремя уведомление, не своевременно подано уведомление, можно сделать вывод о том, что работодатель пытался скрыть данный факт ввиду того, что осознает, что за это может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности. Интересно. Дмитрий Владимирович, что-то добавится? Типичные нарушения, которые, скажем так, не специально. Елена Евгеньевна правильно упомянула по поводу нормативных документов. О чем я еще забыл сказать, это о том, что у нас в обязательном порядке на подобного вида работы должны быть разработаны локальные документы, это инструкции по крайней мере труда. Внутренние, то есть? Внутренние, конечно. Чем должны руководствоваться у нас работники при производстве подобного вида работ? Потому что, опять, эта работа на высоте относится к работам с повышенной опасностью. При работах на высоте в обязательном порядке должен выдаваться такой документ, как наряд допуск. То есть это то, что работник допускается именно к проведению опасных работ. Именно конкретно сегодня, в этот день? Именно конкретно в этот день, собственно говоря. И еще, кстати, к типичным нарушениям у нас относятся как в зимний, так и в летний период при производстве тех же самых ремонтных работ на кровлях. Это то, что очень часто оставляют оборудование, инструменты, стройматериалы, которые при сильном порыве ветра могут быть, соответственно, упасть. Они могут слететь с крыши. Да, это вот типичнейшие нарушения. Сколько раз мы наблюдали, что лопаты оставляют, начинают чистить, ушли на обед, оставили лопаты. Где гарантии, что эти лопаты не упадут вниз? Не соскользнут. Совершенно верно. Да, в это время идут люди. Конечно. Чем грозит работодателю нарушение требований безопасности при проведении этих работ? Ну, со стороны прокуратуры, на основании также федерального закона о прокуратуре, вносятся акты прокурорского реагирования, такие как представление об устранении нарушений. В рамках данного акта ответственное лицо привлекается к дисциплинарной ответственности с соответствующим приказом. Также прокурорами выносится постановление о возбуждении производства дела об административном правонарушении. За данное правонарушение в Кодексе административных правонарушений предусмотрено статьей 5.27.1. И в соответствии с частями и санкциями данной статьи максимальный штраф на должностное лицо предусмотрен до 40 тысяч рублей, на юридическое лицо до 200 тысяч рублей, а также возможное административное приостановление деятельности организации до 90 суток. Также прокурор в рамках своих полномочий и на основании 37-й статьи Уголовно-процессуального кодекса имеет право вынести мотивированное постановление о направлении материалов в органы предварительного следствия, органы дознания уже для принятия дальнейшего процессуального решения по выявленным нарушениям. Соответственно, за данное нарушение статьей 143 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность в виде, опять же, штрафа до 400 тысяч рублей, обязательной, исправительной, принудительной работы, в том числе и лишения свободы на определенный срок. Ну, даже вот если минимально то, что вы сказали, 200 тысяч рублей на предприятие, 90 дней приостановка деятельности, но это уже более чем достаточно. То есть, есть смысл подумать, скажем так, стоит ли нарушать, а стоит ли оно того? Да, поэтому я хотел бы обратить внимание, что в статье 5.27.1 есть, в частности, качество нарушения, это, допустим, обучение по охране труда или обеспечение работников средствами, точнее, не проведение обучения и не обеспечение работников средствами медальной защиты. Там у нас идет наказание за каждого работника. То есть, одного работника не обучил, уже штрафные санкции на юрлицо от 110 тысяч рублей идут. Дальше умножаем на количество этих работников. То же самое касается средств индивидуальной защиты, но они, конечно, градируются по степени, по классам, но в данном случае все, что относится к средствам индивидуальной защиты при работе на высоте, уже априори относится к максимальному классу. То есть, опять-таки, за необеспечение работников средств индивидуальной защиты при работе на высоте у нас у нас идет штрафная санкция уже от 130 тысяч рублей, опять-таки, за каждого необеспеченного работника. Дальше умножаем на количество этих работников и уже получаем значительную сумму. Да, очень значительную. Конечно. Вот если вернуться к практике, когда происходит, к сожалению, трагедия, кто чаще всего несет ответственность? Вот какова практика, опыт? Ну, если говорить про аналогичные случаи, которые у нас случались на территории города Самара, то основной причиной данных несчастных случаев, конечно, является неудовлетворительная организация работы. То есть что-то в процессе организации работы было не соблюдено. Либо работники не прошли обучение, из-за этого они не знали и не понимали, как действовать в тех или иных ситуациях. Либо же это касалось непроведения медицинских осмотров, и работнику просто-напросто становилось плохо на высоте. Ну, тут здоровый-то человек, иногда поднявшись на высоту пятиэтажного дома, на крыше уже голова кружится. А если это девятиэтажный? А если это девятиэтажный дом, да, а если у него, тем более, заболевание какое-то, да. А если это семнадцатый дом? Ну, там, правда, нет там. Совершенно верно, да. И при том, что я хотел бы обратить особое внимание на нынешнюю эпидемическую ситуацию, ковид, когда страдает именно нервная система. То есть, в принципе, работники, даже те, которые долгое время работали на высоте, иногда у них кружится голова после перенесенного заболевания. Поэтому уж медицинским осмотром я никому не рекомендую пренебрегать. Эта штука очень опасная, да. И очень часто является причиной несчастного случая – это отсутствие контроля. Многие работодатели думают, что они на первых этапах соблюли все требования охраны труда. Всех обучили, все медосмотры провели. И, соответственно, спецодежду всем раздали. Он думает, ну, все хорошо у нас. И не контролирует своих работников. Я всегда говорю, что работодатели – это как курочка с цыплятами. Они должны постоянно смотреть, как они работают, где они работают. Потому что чуть-чуть работники почувствовали слабину отсутствия контроля со стороны работодателя, значит, требования безопасности перестают соблюдаться от слова совсем. Не случайно у нас, если мы возьмем статистику по несчастным случаям, самой страдающей категорией в результате несчастных случаев, кто чаще всего получает травмы – это у нас работники старше 50 лет. То есть это опытные люди, которые не первый день работают на своих рабочих местах. Здесь образуется так называемый эффект замыливания глаза. То есть казалось бы, да я уже столько лет работаю, для чего я там не знаю. Я уже столько раз это делал. Да. Но вот типичный пример, который я очень часто привожу, это когда у нас на одном из промышленных предприятий работник за 60 решил перепрыгнуть приямочек. Такой вот, который, как всегда, завален всяким был хламом. И вот он не долетел, упал и сломал себе ноги. Когда мы начали измерять длину этого приямочка, он где-то на 10-15 сантиметров меньше мирового рекорда. Чем руководствовался человек, ну, осталась для нас загадкой. Может быть, конечно, молодость он и брал такую длину, но все-таки годы берут свое. Поэтому контроль, контроль и еще раз контроль со стороны работодателя должен обеспечиваться в обязательном порядке. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Будем надеяться, что работодатели и, кстати, работники, они это услышат и будут осторожны. Потому что, как говорит восточная мудрость, капли предосторожности стоят рек лекарств. Совершенно верно. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Елена Цыганкова, помощник прокурора промышленного района города Самары, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политикой аппарата администрации городского округа. Самара, берегите себя, будьте осторожны. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»